А потому, друзья, для дегустации салата из тунца, как его готовить сейчас покажет Татьяна Проворная, пользуйтесь белой посудой, дабы не исказить всю симфонию вкуса. Доброе утро! Сегодня мы начнем наш день с салата из тунца с красным луком. Сегодня он будет супер простой и, наверное, легкий, конечно же. Туда не пойдет никакого майонеза, туда будет входить в соус только масло и бальзамический уксус. И диетологи, конечно, нас погладят по голове за это. В салат у нас пойдет 4 помидора. Я взяла разного цвета, можно брать красные, у меня они бурые и желтые, просто для многоцветия в тарелке. Красный лук 2 головки, моцарелла 125 грамм и один из ваших любимых салатов. Я предлагаю шпинат, резьбы и без шпината, можно руккола, она очень хорошо сочетается с тунцом. Мы берем помидоры, нарезаем их дольками, убираем плодоножку и складываем в форму. Теперь мы нарежем моцареллу. Кубик должен быть средним, не мелким. Чем мельче мы режем продукты, тем более кашеобразным у нас становится салат. Нам это сегодня не надо. И теперь мы займемся нашим красным луком. Красные луковицы у нас средние 2, мы должны их почистить. И резать мы будем крупно полукольцами. Красный лук очень хорошо сочетается с тунцом, поэтому во многие салаты идет не белый, не обыкновенный репчатый, а именно красный лук. Нам нужно слить жидкость тунца, а то нет у нас в банке. Стараемся по максимуму слить. Перекладываем в подготовленную форму. И сейчас приготовим соус. Возьмем оливковое масло. Для тунца идет минимальный набор. Для соуса мы берем 3 столовые ложки. И здесь у меня 1 столовая ложка красного бальзамического лук. Получится такая бурая жидкость, бурый соус. Он очень красиво подходит для этого салата. Добавим соль и перец. Соус наш готов, и теперь мы можем оформить наш салат. Укладываем помидоры. Смешаем их по цветам, чтобы получилась некая палитра. Далее красный лук. Распределим. Разденем его на кусочки. Лука много. Собственно, он и называется этот салат с красным луком. Далее мы положим шпинатик. Прямо горстку вот так красиво сверху. Если у вас будет больше тарелочек, может быть, у нас это все войдет больше. И моцарелла. Вот так распределим беленьким. Польем все это соусом. И сверху он распределил тунец. Просто берите его руками и вот так кусочки. Если вы любите мелко, его поменьше можете руками разделать. Если вы любите куски покрупнее, то покрупнее. Теперь я предлагаю взять немножко орегано или базилика сухого. Чуть-чуть посыпать этот салатик. Старайтесь попадать на моцареллу. Она очень хорошо сочетается с орегано. В завершение всего можно взять немножко базилика живого. Вот так вот просто зажить красиво. Листики. Посмотрите, какой он получился красивый. Кроме этого, он еще здоровый и полезный. Готовьте здоровые блюда. Радуйте себя, балуйте себя. До новых встреч. Будьте с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова